Самый лесистый район Беларуси – Рассонский, Витебской области. Леса занимают здесь 67% территории. На втором месте с показателем 66,5% – Лельческий район. А это значит, что и успехи, и проблемы отрасли здесь видны наиболее явно. Боездное заседание начинается с ознакомления с работой по лесовосстановлению. В 2018 году только на территории Лельческого лесхоза вырубили более тысячи гектаров насаждений, пораженных короедом. В этом году к ним добавилось еще около 900 гектаров. Сейчас необходимо выращивать саженцы и исправлять ситуацию. Для минимизации затрат посадочным материалом решили заниматься самостоятельно, а не покупать его в других лесхозах, как делали раньше. Получается, приобретать дороже для нас, чем собственные. Все равно же мы заготавливаем лесосеменное сырье, шишки собираем, потом отправляем их в шишки сушилки сушить. И семена у нас все равно есть свои. И проще самим выращивать, чем приобретать в кого-то. Впрочем, теперь в лесничествах выращивают не только посадочный материал для лесовосстановления. В Милошевичском лесхозе еще несколько лет назад поняли перспективность выращивания деревьев и кустарников для озеленения населенных пунктов. Сегодня эти растения оказались востребованными не только в Лельческом районе. В этом году лесхоз выигрывал тендеры и в Петрикове, и в Гомеле. 75 видов, практически все востребованы, все покупают. Последние два года, это 18-19 год, в основном покупают вторая, третья группа. Это от двух до трех метров деревья и кустарники до одного метра. Не только вырастить, но и сохранить. Еще одна задача работников отрасли. Что такое лесные пожары, здесь знают очень хорошо. А поэтому для эффективной борьбы с ними используют все современные технические возможности. В Милошевичском лесхозе в середине прошлого года установили камеры видеонаблюдения. Теперь для того, чтобы определить место возгорания еще на начальном его этапе, необходимо всего несколько минут. Буквально за 10 минут может определить эту точку, выдать оповещение на экран дежурному оператору, который находится за пультом управления. Параллельно происходит также отправка уведомлений на мобильный сотовый телефон директору, главному лесничему инженеру по охране и защите леса. В Гомельском лесохозяйственном объединении не скрывают. Как и в любой другой отрасли, здесь тоже есть проблемные места. Речь, в частности, идет о более эффективном использовании низкосортной древесины. Сегодня ее запасы таковы, что с переработкой существующие в области мощности не справляются. Хотя бы частично ситуация должна измениться с введением в эксплуатацию строящихся предприятий в Мозырском и Житковичском районах. На них будет организована переработка низкосортной древесины и опилок, востребованная на внешних рынках топливные пилеты. Вообще, государственная программа «Белорусский лес» имеет три подпрограммы, и по каждой из них в Гомельской области достигнуты определенные успехи. За последние два года очень много сделано модернизации в деревопереработке. Очень большие вложения капитальные, очень много поставлено линий для того, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот ту древесину, которую мы сегодня имеем у нас в области. Практически под 100 километров лесохозяйственных дорог построено. Это очень огромные также инвестиции для того, чтобы доехать до тех участков леса, которые до этого времени были недоступны, скажем так. И, если кратко говорить уже о третьей программе, это развитие и инфраструктуры, и особенно это популяция охотничьих животных. Ну, это основное, за что существует охотничье хозяйство. У нас закуплено и вселено в хозяйство более 600 голов оленя благородного. Это наш аборигенный вид, но, к сожалению, его стало очень мало, поэтому мы сейчас восстанавливаем эту популяцию. Выездное заседание постоянной комиссии Гомельского областного совета депутатов по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству носит рабочий характер. По итогам посещения лесхоза в Лельческого района будет составлен отчет, который направят в отраслевое министерство. Комиссия рассматривает все программы, которые действуют в Гомельской области, подпадают в компетенции комиссии, соответственно, по различным другим направлениям. Это комфортное жилье, благоприятная среда, это развитие автомобильных дорог, это программа строительства жилья. Потом формируется отчет уже областным советом, и он предоставляется, соответственно, для согласования и утверждения соответствующих структурных ведомств республиканских, ну, министерства всяких, концерны. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Лельческий район. Новости недели. Новости недели.